МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии. Ольга Пыречкина и в этом выпуске. Санаторий для малышей, джакузи, сауна и соляная комната появились в современном детском саду. От Чебоксар до самых дакрайен. Национальное телевидение Чувашии расширяет горизонты. Выше крыши, шпиль отеля Сувар покорили руферы. Социальная стабильность не в последнюю очередь зависит от качества оказания медицинской помощи. Задача здравоохранения в непростой, с экономической точки зрения период Михаил Гнатьев обсудил с главными врачами республиканских клиник и представителями общественных пациентских организаций. Обеспечение лекарствами в необходимом объеме, психологическая поддержка, пропаганда здорового образа жизни – вот три основных направления, на которых необходимо сосредоточить внимание. По словам министра Аллы Самойловой, в первом случае пришло время подойти к централизованным закупкам лекарственных препаратов и медицинских товаров для всех больниц сразу. Это позволит контролировать цены. Кроме того, аптеки государственной сети фармации готовы выставить на видное место витрины с препаратами из списка жизненно важных и необходимых. Напомним, цену на них мониторится множеством инстанций, в том числе и прокуратурой. Есть у нас достаточно сегодня точек для приобретения лекарственных препаратов. В принципе, для любого жителя, для любого пациента, кто хочет лекарства купить, нет никаких проблем. А у вас есть список, кто представлен сегодня на рынке. Бенефициары, собственники, кто-то необоснованно увеличивает строение лекарственных препаратов. У нас есть фармация, это как бы подведение Минздрава, где вы можете влиять на все эти процессы, создавая конкуренцию, не ущемляя, допустим, процедуры публичности, открытости и конкурентности. Разумеется, никаких экономических санкций продавцам лекарств, если они действуют в рамках закона, предъявить невозможно. Но есть общественное мнение, есть репутация, которой дорожат и коммерческие оптичные сети. По словам Аллы Самойловой, к просьбам Минздрава сдерживать цены они относятся с пониманием. Глава Чуваши напомнил о частно-государственном партнерстве, которое позволит освободить лечебные учреждения от непрофильной деятельности. Сейчас на аутсорсинг переданы услуги по стирке белья, утилизации медицинских отходов, перевозке врачей и больных, скорой помощью. Есть и незанятые пока ниши, например, по организации питания больных. Нет на сегодняшний день вот этого частника, который бы зашел на сегодняшний день, построил этот комбинат питания, построил бы на сегодня, выстроил бы логистику доставки питания до лечебного учреждения, даже до каждого пациента. То есть это совершенно новый подход к организации питания в наших лечебных учреждениях. Но, как говорится, если не мечтать, наверное, ничего в этой жизни не случится. Но я думаю, что если мы эту мечту обозначим, то в конце концов это решится. В данный момент большинство пищеблоков лечебных учреждений устарели и просто не в состоянии обеспечить надлежащее качество продукции. А вот предприниматели смогли бы. Кстати, по данным Фонда медицинского страхования на питание больных в лечебных учреждениях республики заложено около 600 миллионов рублей. Такой может быть сумма госзаказа на год. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопродозирования Минздрава России стал лауреатом премии правительства в области качества. Награды лауреатам вручил Дмитрий Медведев. Победителями стали 10 предприятий страны, работающих в разных отраслях экономики. Коллектив Чебоксарского федерального центра стал лучшим в оказании высокотехнологической медицинской помощи. Всем научным идеям здесь быстро находят практическое применение. Молодые врачи порой творят чудеса, поднимая на ноги в прямом и переносном смысле тяжело больных людей. Многие из них долгое время были прикованы к постелям и инвалидным коляскам. Благодаря новым технологиям в области ортопедии и нейрохирургии пациенты приобретают новое качество жизни. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «По существу». Главный врач Центра травматологии, ортопедии и эндопродозирования Николай Николаев расскажет о премии и дальнейших планах. Чувашия готовится принять девятую региональную конференцию некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». На два дня республика станет дискуссионной площадкой, на которой будут обсуждаться перспективы развития отрасли, проблемы и точки роста. Ожидается, что в конференции примут участие представители федеральных органов власти, руководители российских и зарубежных предприятий, входящих в партнерство. Планируется подписание ряда соглашений. Участники конференции ознакомятся с производством железнодорожной продукции. В частности, инновационных железнодорожных вагонов побывают на крупных промышленных предприятиях Чувашской республики. Тем для обсуждения на встрече будет достаточно. В том числе и вынужденная оптимизация. Речь идет о закрытии в некоторых регионах вагонных депо, вагонных участков, в частности о ликвидации пункта формирования поездов в городе Чебоксары. Вот как прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваший Владимир Филиппов. Действительно, 22 января текущего года заместитель генерального директора акционерного общества федеральной пассажирской компании Мельников Александр Сергеевич своей внутренней фоксограммой отправил информацию до своих структурных подразделений о проведении оптимизации структур, которые работают на железнодорожных перевозках дальнего следования. В том числе и такую фоксограмму получила Горьковская железная дорога. Предполагается в городе Чебоксары убрать пункт формирования и оставив его станции оборотной. Что это означает? Это означает, что некоторые штатные структуры будут переходить с одного региона в другой регион. Значит, конечно же, эта ситуация для нас неприемлема. Мы в любом случае этой ситуацией владеем полностью. И на сегодняшний день это только предложение об оптимизации. Время от времени, к сожалению, федеральные наши структуры такую оптимизацию хотят провести. Но и плодотворная работа на сегодняшний день дает свои результаты. Конечно же, будем отстаивать нашу станцию формирования на железной дороге, так как поезда дальнего следования действительно формируются здесь. И это действительно касается порядка 600 человек, которые работают на станции формирования Чебоксары. Данный вопрос будет обсуждаться на самом высоком уровне, в том числе и с российскими железными дорогами. На сегодняшний день этот вопрос обсуждался с Горьковской железной дорогой. Мы встречались с Лесюном Анатолием Федоровичем, начальником Горьковской железной дороги. Так что я думаю, что мы вместе, совместно работая на сегодняшний день, попытаемся сохранить и сохраним ту структуру, которая сегодня существует на территории Чувашской республики. В Республиканской службе занятости населения Чуваши сообщили, что на сегодня предприятие не приступило к проведению мероприятий по высвобождению работников и не предоставило об этом сведения в органы службы занятости населения. Напоминаем, что по закону работодатели обязаны сделать это за два месяца до проведения соответствующих мероприятий, а при массовом увольнении – за три месяца. Республиканская служба занятости населения Чуваши ссылается на устные пояснения кадровой службы. В случае вручения работникам уведомления о предстоящем сокращении многим работникам, в случае согласия, будут предложены вакансии в других филиалах и подразделениях ОАО ФПК. Конец цитаты. Со своей стороны служба занятости население Чуваши готова разработать комплекс мероприятий по трудоустройству высвобождаемых работников. Из-за обильных снегопадов дороги необходимо очищать круглосуточно. Сегодня вместе с представителями столичной администрации наша съемочная группа отправилась на улицу Чебоксар, чтобы выяснить, справляются ли дорожные рабочие с выпавшими во всех смыслах испытаниями. В борьбе со снегом на территории остановочных павильонов, тротуаров и непосредственно дорог участвуют около 90 единиц спецтехники. Только за прошедшие сутки было вывезено более 3000 кубометров снега, но это только начало. По сообщению гидрометеоцентра Чувашии, такая погода простоит еще три дня, поэтому дорожным рабочим придется нелегко. С обильным снегопадом уборка производится круглосуточно у нас, работаем круглосуточно, вывозим все остановочные павильоны, остановки посадочные, все очищаем, тротуары очищаем, подсыпаем. О возможности обильного снегопада дорожники были предупреждены, поэтому вся техника исправна и готова обслуживать горожан. На данный момент главная задача ОАО «Дорекс» – не допустить простоя транспорта и избежать затруднения движения. В первую очередь было уделено внимание центральным нашим улицам, произвели подсыпку песчаной смесью и по истечении четырех часов выдержали работу этой смеси и потом полностью организовали уборку всех центральных улиц. Также была произведена работа по тротуарной части нашего города и к утру к шести часам утра, соответственно регламентам, мы произвели полностью очистку центральных улиц и тротуарной части вместе с остановочными павильонами. В то время как работа ведется на одном объекте, на другом уже полно снега. Одну и ту же территорию приходится убирать за сутки несколько раз. Однако техника есть, рабочие тоже, а следовательно очистка территории будет проводиться в соответствии с регламентом, заверил Владимир Доброхотов. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Покупай дешевле. Под таким лозунгом в столице Чувашии теперь проходят ярмарки выходного дня. На рынке приезжают производители сельхозпродукции, продают ее без посредников. На одной из них побывал глава города Леонид Черкесов. Для жителей возможность купить продукты по ценам производителей, для продавцов удобная площадка для сбыта своего товара. С такой целью в столице Чувашии организовали специальные ярмарки «Покупай дешевле». Практика показала, среди горожан они получили популярность. Как картошка просит практически на 8-10 рублей, 9 рублей дешевле, чем в магазинах. Нужны такие ярмарки? Нужны, конечно. Картофель от 18 рублей за килограмм, капуста от 20, гречка от 48, яйца куины от 45 рублей за десяток. О таких цен на прилавках покупатели явно отвыкли. Сахар, к сожалению, мы не производим, мы только его перед продаем. Ну, если в магазине за 50, то у нас 49,90. 58. Практически на 10 рублей дешевле. Чтобы не получилось так, что на проезд горожане потратят больше, чем сэкономят, точки разместили в разных районах города. В северо-западном это рынок северный, в новоюжном рынок шупашкарский. В центре торговый комплекс Николаевский. Я вот как простой горожан, я же посмотрел сейчас, вот точно рыбу куплю, точно селедку куплю. Она действительно, я вот селедку покупал, на 30-40 рублей была дешевле, дороже. А здесь на 30-40 рублей дешевле. И я думаю, это здорово. Вот горожане тоже говорят, что нужно организовать. Сегодня мы объезжаем после объезда всех этих ярмарок. Мы примем решение, как должны, есть ли покупатели, есть ли резон этого дела делать. Мы количество точек увеличим. В зависимости от погодных условий продавцам будут предоставлять места на улице и внутри помещений торговых комплексов. Кстати, чтобы застать продавцов на ярмарках покупай дешевле, проснуться в выходной день придется пораньше. После обеда уже, как правило, все продано. Администрация столицы хочет выйти с предложением к постоянным продавцам об увеличении объема в привозимой продукции. На шпиль Чебоксарского долгостроя отеля «Сувар» залезли так называемые «руферы». Видео юные экстремалы выложили в интернет. Чем закончилась история в следующем сюжете. Неизвестно, были ли среди молодых людей кочегары, плотники или монтажники-высотники, но привет с высоты им послать удалось. Судя по видео к подъему, верхолазы подготовились основательно. Верхним этажом здания молодые люди не ограничились. Целью стала самая макушка шпиля, вид, который открылся оттуда, эмоции у зрителей вызвал разные. От восхищения до мурашек по коже. Отнеслись к проделке горожане тоже неоднозначно. Думаю так, подобные здания все же охранять надо от таких подростков. Если хотят, пусть в горы куда-нибудь идут и там лазят. Многие лазили туда еще давно, года четыре или даже пять назад. В том числе и некоторые фотографы. Сам тоже там бывал, лазил до самого верху. Видел проектные чертежи и много интересного было там в то время. Ходить там очень опасно, не советую. Насколько я помню, в прошлом году еще территория охранялась. Как сейчас, не знаю. У всех в этой жизни свои высоты. Кто как само утверждается. Судя по тому, что в конце видео молодые люди сидят в УАЗе, правоохранительные органы идею не оценили. Современные дошкольные учреждения – это не просто детские сады, а образовательно-оздоровительные комплексы. Малышей здесь закаляют в соответствии с рекомендациями врачей. К примеру, в детском саду номер 8, который называется «Дворец детской радости», разработан целый комплекс процедур, направленных на укрепление иммунитета. Подробности в следующем сюжете. Пользу от вдыхания воздуха с частицами соли еще в позапрошлом веке обнаружил один польский врач. Он заметил, что работники соляных шахт излечиваются от легочных заболеваний. И действительно, пять сеансов в соляной комнате заменяет семидневное пребывание на морском побережье. И такие соляные пещеры устроили в нашем городе уже в двух детских садиках. Эта соляная комната совсем недавно заработала в детском саду номер 8. Практически все малыши этого дошкольного учреждения проходят здесь курсы галлотерапии. Помимо соляной шахты во Дворце детской радости практикуют и другие оздоравливающие процедуры. К примеру, дети просто в восторге от купания в бассейне. Осваиваем первые навыки плавания. У нас даже есть уже первые результаты. В джакузи они занимаются также после бассейна. Расслабляющие сидим мы там по 5-7 минут. А потом мы уйдем в сауну греться. И в скайл-пинг! Молодцы! Молодцы! Мне больше всего нравится бассейн. Ты плавать научилась уже? Да. Здесь научилась? Да. В садик мы бежим с радостью. Если только сегодня бассейн, все, мы бежим в прикрышку. Это для нас целое счастье. Даже уговаривать не надо. А на самом деле ребенок стал намного и развитее, и спокойнее, и общительнее. Благодаря такому современному садику. Бассейн здесь проектирован еще при строительстве садика. Сразу же была построена и сауна. Один-два раза в неделю малыши с удовольствием проходят здесь процедуры. С радостью дети купаются и в джакузи. Гидромассажные ванны, как и соляная комната, были оборудованы в этом детском саду благодаря программе модернизации дошкольных учреждений. Комплекс этот здравительный позволяет детям, не выходя из детского сада, получать здравительные мероприятия, которые они получают, допустим, в санатории, профилакториях каких-то, выезда на море. То есть дети непосредственно в детском саду могут все вот это вот получить и оздоравливать свой организм. Раньше из-за заболеваемости посещаемость в этом садике составляла 65%. После начала работы оздоровительного комплекса она повысилась до 85. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Национальное телевидение «Чуваши» теперь вещает и в «АллатРе». За три года канал появился во всех крупных населенных пунктах республики. Как удалось реализовать этот проект, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Телеканал с уже узнаваемой «желтой звездой» в «АллатРе» появился в конце прошлого года. Больше месяца вещания в цифре и в тестовом режиме. После удачного дебюта канал стал доступен всем абонентам кабельной сети. Это более 5000 человек. Причем «АллатРцы» уже давно просили наладить в своем городе эфир национального ТВ. Этот канал мы ждали давно. Живем в республике и не имеем этого канала. Но сейчас он доступен в аналоге у нас. Буквально на прошлой неделе мы его включили. Сложность была только в организации доступа, доставления канала в «АллатРе». С настройками были тоже проблемы. Канал расширили. Только после этого качество позволило вещать в аналоге. То, что телеканал будет востребован, никто не сомневался. После запуска национального ТВ в «АллатРе» в кабельной сети начали продимать положительные отзывы от горожан. Его появление в эфире ждала и корреспондент местного канала Татьяна Куликова. Больше всего журналистку интересуют выпуски новостей. Она говорит, что именно программа «Республика» их всегда преподносит оперативно. В «АллатРе» много национальное население. И есть и русские, и мордва, и, конечно же, чуваши. И поэтому, я думаю, этот канал будет очень актуален и будет интересен. Для самой меня, конечно, это тоже интересно, потому что, ну, не всегда показывает в ВГТРК канал все новости. А здесь можно более подробно как-то узнать, что происходит в республике. А в ближайшее время в эфире Национального ТВ будут выходить и программы об «АллатРе». На городском канале сейчас создают десятки телевизионных проектов об истории, православных традициях и культуре. Эти передачи могут быть интересны и жителям других районов. У нас есть молодежная передача «Как тусовка». Мы информируем горожан о концертах, культурно-массовых мероприятиях, которые происходят в нашем городе. Также мы берем интервью у знаменитых наших горожан. В основном молодежь и как гости нашего города. Сейчас Национальное ТВ вещает во всех крупных районах и городах. Реализовать этот проект было сложно. На помощь пришли мобильные технологии. Сигнал передается по оптоволокну компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть Северное кольцо и у нас есть Южное оптическое кольцо. На сегодняшний день сигнал телекомпании Национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесе, Цивильск, Марпосад, Козловка и Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. Можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Причем к качеству картинки никакие расстояния не помеха. По оптоволокну в дома жителей видеоряд поступает без помех. В крупных райцентрах республики Национальное ТВ вещает в формате высокой четкости. Это подтверждают и зрители, которые появились у канала в прошлом году. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Такое стало информационная картина дня. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что теперь программа «Республика» выходит несколько раз в день. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин